Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за канал. Итак, сегодня у нас практически, ну, уже финишная, друзья, прямая. Осталось буквально ролика три, и закончим мы первый сезон карьеры за канал. Я надеюсь, ваша поддержка будет под последними роликами, чтобы мы продолжали и второй сезон. Не знаю, что будет, здесь прямо у нас интрига, всё идёт до конца. Да, в сегодняшнем выпуске у нас пока не так много матчей, потому что, во-первых, четыре матча всего лишь в чемпионате, и один пока что в одной восьмой кубке Англии. Но если мы пройдём Виган, что, скорее всего, мы сделаем, так как мы их в чемпионате разгромили, то где-нибудь вот в этом, наверное, квадрате мы увидим ещё матч кубка Англии, скорее всего. Потому что до конца сезона остаётся около двух месяцев, ну, нужно куда-нибудь расставлять матчи, к тому же четверть финала Кубка Англии. Что у нас в начале ролика и перед мартовскими матчами? Давайте с самого начала мы начнём. Что у нас именно сейчас в лиге идёт? Во-первых, у нас отставание сейчас получается 17 очков до Фулхама. Это уже нереально нам стать чемпионами, даже если мы будем все матчи выигрывать, и Фулхам просто уже не отпустит своё чемпионство. Что я ставлю для себя целью? У нас даже сейчас до пятой строчки у нас идёт отставание в 6 очков. 6. То есть нам надо сделать просто вот две победы, чтобы Сток Сити проиграл свои два матча. Это тоже немного вот уже что-то из-за разряда фантастики. Поэтому мы будем всё-таки пытаться занять шестую строчку, где Миддлсбро всего лишь отставание в 1 очко до нас. Так что это уже более чем реально. Ну здесь пятый тур Кубка Англии, всё понятно. Здесь у нас Кубок Арбао выиграл Ливерпуль в финале, обыграв Тоттенхэм 3-1. Вот здесь мы как раз и встретимся скорее всего со второй, с третьей по шестую строчку. Четыре команды будем здесь скорее всего воевать с ними. Суперкубок здесь Ливерпуль прошли, Челси. Ну и здесь пока что вот первые матчи. Давайте посмотрим. Сити сыграли Винчу с Ювентусом 1-1. ПСЖ выиграли минимально Тоттенхэм 2-1. Ливерпуль разгромил Демфику 4-0. Атлетико 3-1 уверенно победили Аякс. Реал разгромил Наполе 3-0. Бавария уверенно обыграла Леон 2-0. Барселона разгромила Аталанты 4-0. И Интер минимально обыграет Валенсию 2-1. Ну и также 1-16 лиги Европы. Здесь проходит дальше Галатасарай, Копенгаген. Сантитьен проходит Зальцбург. Рома проходит Динамакиев. Порто проходит Базель. ПСВ играет по общему счету в ничью с Улэрхэмптоном. Но из-за голов на чужом поле ПСВ дальше как раз таки и проходит. Дальше идем. МЮ проходит Селтик. Челси проходит Фейннорд. Барусия проходит Азе. Хетафи проходит Андерлэфт. ЦСКА, кстати, проходит Лейпциг. Из лиги чемпионов команда выбыла. Франкфурт проходит Динамазагреб. И Лацио проходит Бешикташ. Гладбах проходит Олимпиакос. Спориден проходит Арсенал. И Севиле проходит Байер. Ну и также Вольфбург обыгрывает Эспаньол. Дальше у нас все-таки пары в 1-8. Спортинг, Севиле, Челси, Сантитен, ПСВ, Лацио, Франкфурт, ЦСКА. Опять немецкая команда попадает с ЦСКА. Рома, МЮ, Португал, Тасарай, Гладбах, Вольфбург, Барусия, Дортмунд, Хетафи. Ну и все на этом. Так сказать, осведомил вас на данный момент, какие у нас ситуации. Ну и все-таки играем мы вторым составом сейчас. Никого менять я так вижу. Хотя нет, надо. Вот Миша Меламед теперь уходит с этого состава. В первый у нас попадает Сергей Айвазян, потому что прокачался уже до 70, так что он выше, чем Миша Меламед. Поэтому теперь во второй состав мы отправляем именно нашего барнаульского комментатора. Ну и все, вроде как. Составы, я так смотрю, по рейтингам. Ну да, готовы. Уж точно. Все. Да, Мишу придется, наверное, все-таки менять во втором тайме. Немного он уставший. Но у нас матч в Кубке Англии. 1-8. Мы уверенно прошли с вами Виган в чемпионшипе. Поэтому сейчас, я думаю, проблем особых не должно быть. Облачно легендарный на домашнем стадионе. Поехали. Итак, 1-8 Кубка Англии. С первого же сезона, точнее с первой попытки, мы доходим до такой высокой стадии. Для нас Престон в 1-8 встречает с Виганом. Но нам также еще и везет именно с жеребьевкой. Надеюсь, в четвертьфинале нам тоже повезет. Потому что это будет замечательно, если мы с первого сезона сможем выиграть Кубок Англии. И тем самым попасть в Лигу Европы уже сразу из чемпионшипа. Можно так сказать. Но все-таки мы будем также еще бороться за выход в английскую премьер-лигу. Будет трудно тогда. Если Кубок Англии выиграем и выйдем в премьер-лигу, будет тяжело нам бороться. Ну что же. Мы начинаем. Престон против Вигана. 1-8. Поехали. Он бежит и разгоняет, так сказать, атаку. Проходит своим корпусом, никого не замечая. И Миша Миломед. 1-0. Миша Миломед на 49-й минуте. Это еще не второй, это первый. На 4 минуты больше отыграл Престон. И эту атаку дал продолжитель арбитр. И не зря. Ведь отличный пас Скворцова. И Миломед забивает перед самым перерывом. Вы посмотрите. Причем сейчас нам именно его просят заменить. Да, мы его и будем менять. Но замечательный гол. Тишина сейчас была на трибунах перед этим ударом. И все замечательно. Миша Миломед забивает свой первый гол в Кубке Англии. Поздравляем его. Опа, вот это уже и стандарт. И Ярослав Вяткин забивает это 2-0. Хоть и повреждение небольшое в середине второго тайма получил Ярослав. Мы его не стали менять. И замечательно забивает второй мяч Уигану. В напряженном действительно сейчас матче. Это не такой матч, как был в чемпионшипе. Вот здесь вот еще и нарушения на Масаковском были. Но мы продолжили матч. И замечательно. Ярослав забивает в нижний угол ворот. Все. Первый гол Ярослава в Кубке Англии. Победа уверенная. Престон над Уиганом. Мы в четвертьфинале Кубка Англии. Все замечательно. Миша Миламед и Ярослав Вяткин забили сегодня в матче. Ну и лучшим игроком становится Ярослав. Кстати, которому мы хотели заменить. Три удара у нас. Три в створ. Два гола. Все замечательно. Ну и друзья, давайте посмотрим на результаты всех матчей Кубка Англии. Пятый тур. Но это одна восьмая. Эвертон проходит Дерби Каунти. Уэстхэм проходит Лидс. Манчестер Сити обыгрывает Бернли. Челси обходит Вайкомби. Тоттенхэм проходит Сангемптон. Лестер проходит Кристал Пелос. Бирмингем проходит Милуэлл. И мы проходим Виган. То есть мы с Бирмингемом остались единственные. Получается сейчас у нас здесь четыре. Всего восемь команд у нас осталось. Четвертьфинал. Из восьми команд остается только две из чемпионшипа. Шесть остальные из премьер-лики. Так что здесь будет маленькая вероятность, что мы попадемся все-таки на Бирмингем. Но было бы интересно дойти до полуфинала, например. Но будем ждать жеребьевку. Переигровок, кстати, здесь не будет. Потому что все матчи с положительным результатом оказались не ничейными. Так, мы одержали победу. Я горжусь, естественно, своими игроками. Два-ноль для них несправедливый результат, скажем. И мы просто играли свою игру. Потому что тот игрок, который нам говорили, практически там никто мне проблем и не создавал. Измения в расписании. Призовый фонд. Там полмиллиона нам добавили Кривохарченко. Место состава еще за тобой, потому что ты играл. Что ты еще хочешь. Если изменения в расписании произошло, значит, опа. Мы играем в четвертый финал с Манчестер-Сити. Это вот интересно действительно уже. Мы сыграем, естественно, с Куинс Парк Рэнджисом. Первым составом. Ну и первым мы сыграли против Сити. Кардив там. Сейчас хоть и на седьмой строчке. Я вот и не знаю, что мне делать. Наверное, будем все-таки... Я надеюсь, у меня восстановятся игроки. Вот здесь вот именно. Вот в этот промежуток. В три дня. Надеюсь, у меня... Хотя все-таки это опасно. Давайте. Уже понятно, что Сити мы не пройдем. Я выпущу второй состав против Манчестер-Сити. Сдолбни и путь хоть на воротах. Но понимаю уже, что глубокий английский с такой же реберкой мы не выиграем. Раз четверть финаля нам попался Сити. Поэтому будем все-таки силы все пускать на именно Кардив. Потому что одни наши верхние преследователи. Надо их все-таки обыгрывать. У нас матч против Куинс-Парк-Рейнджерс. Так, говорят, Мельников в последнее время в хорошей форме. Остается всего несколько... Сможете избежать попадания в нижнюю... Мы будем биться до конца. Мы вообще боремся за попадание в премьер-лигу. Что вы вообще нам говорите? Мы очень хорошо выступаем. Выше ожиданий руководства. Вот, офис. Дойти до 1-16 мы это сделали. И закончить чемпионат в середине таблицы. Ну, мы сейчас вообще выйдем и все. Ну, все. Избежать вылета мы это сделаем. Сдерживать зарплату это тяжело. Куинс-Парк-Рейнджерс мы готовы первым составом. Вот он на ваших экранах. Никого вроде как менять не надо, слава богу. Поэтому играем дома. Куинс-Парк-Рейнджерс сейчас посмотрим на какой строчке. Они ниже, а не 10-й строчке. Беременгейм, кстати, на 14-й. А Куинс-Парк на 18-й оказывается у нас. Ну и шансы есть у нас. Да, сейчас если обыграем мы Карди, все нормально у нас получается. И главное, чтобы сейчас Мидлс Брой терял очки. Мы их, кстати, выбили из Кубка Англии давно. Что тут за формы-то такие, я не пойму. Давайте тогда вот так вот будем играть. Потому что формы практически одинаковые. Поехали. Итак, домашний матч у нас. Престон против Куинс-Парк-Рейнджерс. А нам сейчас нельзя ни в коем случае терять очки. Я вам говорил, что где-то в середине сезона мы будем бороться за чемпионство. Теперь уже нам главное это попасть в шестерку, чтобы попасть в зону стыков, так сказать. И бороться за право третьей, я так понимаю, командой. Попасть в премьер-лигу вместе с первой и второй строчкой. Мы будем за это бороться. Поехали. Кучаев на Мельникова. Мельников левой ногой отлично. 1-0. Престон выходит вперед. Ну и Максим забивает очередной гол. Был очень хороший прям полузащитник в нашем составе. С хорошим поставленным ударом. Еще и левой ногой нерабочий. Там рикошет какой-то был, либо вратарь отбил. Сейчас вот отсюда будет хорошо видно. Как-то странно. Тут прям рикошета и не видно было, но при ударе оказалось, мяч задел либо защитника, либо вратаря. Ну а Максим забивает сейчас узнаем какой гол уже. Пятый гол в чемпионшипе. Все, минимальная победа. Победа. Престон над КПРом. Забил Максим. Отлично получилось. Все супер. Вы довольны игрой. Максим действительно заслужил. Тем более и забил сегодня гол. Уже сосредоточиться на следующем матче. И здесь идет борьба, скажем. Задачи нам говорят, какие-то там не выполняются. Ну и ладно, нам на это наплевать практически. Ставим те же тренировки. Но никто пока что рейтинг не прибавил. У нас матч против Манчестер-Сити. Команда, которая в прошлом сезоне стала чемпионом. Так что сейчас нам будет очень тяжело против них играть. Так, Венесуэла в будущее может нам предложить контракт с сборной. Я выпускаю второй состав, потому что мне надо будет играть через три дня там уже с Кардифом. И именно с Кардифом мы должны себя хорошо показать. Играем мы дома, причем с Манчестер-Сити. Это хорошо. Сыграем тут, ой, санны. Ну все, Манчестер-Сити настроим взять кубок Англии. Они играют первым с крестом. Я сказал, что выпущу только допню во втором. Вроде так рейтинг никто здесь не поднял, чтобы я кого-то выше переставлял. Так что все, мы играем вот этим составом. Облачно, поехали. Ну что же, наш замечательный стадион принимает матч, который главный, наверное, в этом сезоне. Это четверть финала Кубка Англии. Все уже решено заранее. Наш клуб играет против Манчестер-Сити. Опасно будет сейчас. И я вам просто сразу быстренько вот покажу сейчас состав команды Манчестер-Сити. Эдерсон, Ангелинио, Ля Порте, Кимпембе, Канцело, Фернандинио, Дебройн, Гендаган, Санэ, Жезус и Бернардо Сильва. Стартовый состав. Заметьте, все стартовые игроки Манчестер-Сити сейчас на поле. Но вместо Агуэр, это только Жезуса поставили. Может какая-нибудь травма у Куна. Я надеюсь, в следующем сезоне мы встретимся с Манчестер-Сити в рамках уже премьер-лиги. А вот и неточные пасы уже пошли. Мишин на Буренкова. Надеюсь, прессинг здесь не будет сильный. Гапонов. Мишин. Неплохо. Скворцов. Баумгартнер. И как же сейчас замечательно. Масаковский. Масаковский забивает Манчестер-Сити. Что за гол сейчас залетел? Друзья, десятая минута. Престон выходит вперед. Это что сейчас за пушка была разыгранная? Вы посмотрите на этот удар. Где был Эдерсон? Лучший голкипер Бразилии. Один из лучших. Наравне с Алисоном он. Посмотрите, как разыгранная. И за пределов штрафной. В самую девять засадил сейчас Масаковский. Вот отсюда будет замечательно видно. Причем мяч-то не с земли был, а именно, как он, с лета пробил, можно сказать. И Гвардиола просто расстраивается. Но действительно, мы выигрываем сейчас у Манчестер-Сити. Главное дотерпеть, друзья. Мы в шаге до полуфинала. Буренков. Перехват. Куна Гуэра с мячом. Удары все-таки забивает Сити на последних минутах матча. На последних минутах опасно мы сейчас отыграли. Вот это именно моя ошибка. Вот этот обидный перехват в подкате от Фернандиньо. И Гуэра забивает. А ведь контролировали мы все. И вот просто такая вот расслабленность из этого прессинга. И вот он. Это шанс для Скворцова. Давай. Роман Скворцов. Выход практически один на один. Два-один. Два-один. Роман Скворцов выводит нас вперед. Скорее всего, и серии пенальти-то не будет. Роман Скворцов забивает. И никому. А Манчестер в Сити именно. Вот. Два-один. Пресс-то просто что-то нереальное творит сейчас. На поле. Да еще и левой ногой, если я не ошибаюсь, сейчас забил он. Отлично здесь получился контратак. Вот такой выйти. Да. Левой ногой. В нижний левый угол. Забивает Скворцов второй гол. В Кубке Англии. Ну все. Мы просто доминируем над Сити, можно сказать. Это победа Пресс-то над Сити. Мы выходим в четвертьфинал. Кубка. А нет. Ну в полуфинал уже. Мы сейчас четвертьфинал. А в четвертьфинале прошли Манчестер в Сити. Пеп Гвардиола против нашего тренера сейчас так встал. Ну замечательно. Два-один. Дошли даже до дополнительного времени. В пенальти не случилось. Слава богу. Благодаря Масаковскому и Скворцовым мы побеждаем. Посмотрите на статистику. Владения за Сити. Удары за Сити. Ну мы наравно, кстати, били вообще. Отборов за Сити снова. Точность ударов за Сити. Точность пасов. Ну мы практически наравне как Сити держались. Ну отлично. Не отскочили. А именно сами победили мы в Манчестер-Сити. Ну а в параллельном матче с Тоттенхем уверенно обыграл Лестер. Эта победа вводит во следующий этап. Как вы оцените шанс? Все зависит от нас самих. На пять дней там сказали Масаковского не будет. Иногда немного удачи не помешает. Действительно. Это просто легендарный матч. В историю уж точно зайдет. Но все-таки да, Масаковский на пять дней. Уши плеча. Но причем Масаковский весь матч отыграл. Все 120 минут. Тренировку очередную мы провели. Жамальдинов почти там до 71-го прокачался. Сейчас у нас вот матч в запасе. Мидлзбро здесь уже отыграли. Нам надо выигрывать, чтобы опять у нас было вот это вот отставание всего лишь в одно очко. До Мидлзбро. Но сейчас у нас именно игра как раз с Кардифом. Так что нам сейчас это и поможет. Уж Кардиф мы сможем выбить. Игроки отправляются в сборную. Давайте посмотрим. Здесь все у нас в сборную России. И Ефремов, Я, Вова, Ромакер, Довня, Козлов, Кривохарченко, Скворцов и Шмельков отправляются в сборную России. Изменения в расписании. Их у нас матч против Челси. Я так понимаю. Когда? Ну не в этом месяце. В апреле. Но будет да. В полуфинале мы играем против Челси. Это там два должно быть сейчас матча. Один в апреле, другой в мае. Нет, один. Ну ладно, один так один матч. Мы продолжаем. У нас надо заменить Масаковского, потому что повреждения он получил там на пять дней. Возьмем Скворцова с собой. Но у нас матч против Кардифа. Это тоже важная сейчас у нас игра. Это наш, так сказать, соперник сейчас по турнирной таблице. Нам надо их обыгрывать, обгонять. Кардиф, кстати, еще не сыграл в свою игру. Но они проиграли. Так что мы сейчас просто можем сыграть в отрыв. Потому что у нас матч будет хоть как в запасе. Из-за матча, наверное, все-таки с Манчестер Сити. Тут кто-то уже по 39, смотрите, матча отыграл. Так что это очень странно. Но да ладно. Мы играем первым составом, тем более дома. Поехали. Итак, разминаются игроки Престона. Мы вышли в полуфинал Кубка Англии, друзья. Кто бы мог в это поверить и подумать вообще об этом. Обыграли 2-1 Манчестер Сити. Теперь у нас еще и важная игра в чемпионшипе против Кардифа. Там кто-то уже 39 матча отыграл. У нас только 38-й тур. Для нас именно. Поэтому нам сейчас надо обыгрывать Кардиф. И надеяться на то, что Миддлсбор будет терять очки. Нам надо занять именно шестую строчку. Потому что, хоть я понимаю, если мы выиграем Кубок Англии, мы попадем в Лигу Европы. Но для меня все-таки основной задачей является это попасть в премьер-лигу нашим составом. Там сыграть хотя бы сезон. Эвазиан. Хороший сейчас пас на меня. Козлов отдает нам Мельникова. Тот вырывается. Ну и забивай Максим. Забивает. Максим забивает. Это просто один из лучших полузащитников в нашей команде. Может даже и самый лучший. По статистике в конце сезона мы это посмотрим. Но он забивает очередную голду. Тем более в важном матче очень хорошо здесь убежал. Я специально его как-то так под левую пытался ему сейчас. Но он даже отсюда пробил правой ногой. Все-таки он левой забивал. Я решил, может сейчас пробьет. Но прям еще и извернулся. Так и правой пробил. И забил. Подача пошла. А вот и замечательный сейчас момент. И забивает Кардив. Пак или кто? Вот посмотрите. Просто никто его не держал. Еще и сброс такой замечательный. Дали ему еще принять. Но это просто невероятно для него. Один из, наверное, легких голов в его карьере. Включаю. И отлично. Чисто на Ефремова. Ефремов 2-1. Безофсайдном. Ефремов все-таки забивает. И отлично. Для нас это в плюс. 2-1 мы обыграем сейчас с Кардив Сити. И скорее всего попадаем сейчас на седьмую строчку. Если все-таки победим в матче. Хорошо было разыграно все. Рискованный пас на Ефремова был. От Козлова. Но он зато прошел. И все супер. Дмитрий Ефремов. Для него это второй гол, кстати, в чемпионшипе. С чем мы его и поздравляем. Ефремов подает. И Козлов забивает 3-1 без офсайда. Я надеюсь. Ну, вряд ли это моя голевая все-таки будет там. Но все равно. Хорошо мы сейчас тоже сыграли. На меня подача прошла. Сейчас будем смотреть повтор. Хорошее выбрасывание. И смотрим. Нет, здесь скорее всего защитник. Будем сейчас... Можно ли еще раз вот этот момент? Нет, не показали. Но и Козлов замечательно. Здесь переиграл вратаря. 3-1. Мы обгоняем Кардив по очкам. Сейчас Козлов забивает свой уже 14-й мяч. И все. Победа прессована над Кардивом. 3-1. Заслуженная наша победа. Уверенная. Причем мы теперь обгоняем их. На седьмую строчку мы остановимся. Сейчас посмотрим, сколько у нас отставания до Мидлсбро. Ну и Козлов лучший игрок. Масаковский сегодня не играл. Мы можем играть еще лучше. Но это из-за травмы. Мы его все начали спрашивать. Мы снова обыграли. Кардив нам говорят. И... Прессон всегда выигрывает. Ну что же. Мы сейчас действительно на седьмой строчке. Хоть и Кардив матч у них в запасе, но мы можем сделать отрыв. И кстати, сейчас вы посмотрите на это. У нас матч в запасе. И мы можем сейчас победить в Дерби Каунте. У нас будет 74 очка. Мы попадем на шестую строчку. 74, друзья, очка у нас будет. Это даже 2 очка до Сток Сити. 2. 2 очка до Стока. Посмотрим. Ну да, здесь именно Сток Сити. У Эсбромич тоже высоко оторвался. Кстати, Фулхам упустил свое чемпионство. А сейчас Нотингем Форрес может стать. Это супер. Ну и замечательно. Это, я так понимаю, последний сейчас у нас вообще матч. Выпуски. Да. Дальше у нас идет прям перерыв. Но зато дальше у нас там, ух, игра против Нотингема. Первым составом, скорее всего, здесь будем играть. С Барнинфордом вторым. Они там внизу. И как раз Челси будем играть тоже первым составом. Масаковский говорит, что готов играть с возвращением в строй. Давайте так скажем. Потому что первый состав у меня не готов. Второй. Ну вот только Масаковского придется менять там потом. Так уж и быть. Все. Мы выпускаем второй состав. Дерби-каунтинг. Если мы сейчас действительно обыгрываем, у нас будет 74 очка. Мы попадаем на шестую строчку. И это супер. Ну и дерби идет, да, на 11 строчке. Пасмурно в нашем стадионе. Поехали. Ну что же, последний матч в сегодняшнем выпуске. Последний матч в месяце марте. И сегодня у нас ключевой матч, благодаря которому мы сможем обогнать Миддлсбру. И будем в одном очке уже даже до пятой строчки. В двух очках до четвертой. Но нам нужно приложить усилия. Победа нам сегодня приносит, во-первых, это попадание в стыковую зону, так сказать. И шанс сыграть в следующем сезоне именно в премьер-лиге. Второй у нас состав именно тот, который обыгрывал Манчестер-Сити 2-1. Хоть и в дополнительное время в четвертьфинале Кубка Англии. Да еще и с долг дней на воротах. Здесь пока что у нас все-таки Кривохарченко. И замечательно. Миламеда передача. Миша, 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 беги. Миша, Миламед, 1-0. Забиваем в дерби-каунте. Отлично. И этот гол, наверное, все-таки потом уже в конце сезона мы будем вспоминать. Ведь именно этот гол может нам сейчас помочь попасть в зону стыков. И пытаться бороться за выход в премьер-лигу. Я не знаю, сколько команд может максимум выйти из чемпионшипа. Скорее всего три. Первая, вторая сразу попадает. И вот с третьей строчки по шестую идет уже борьба. Сначала в стыковых матчах. Ну и потом уже будет встречаться замечательный гол Миши Миламеда. 1-0. И сейчас узнаем какой-то гол вообще на счету у Миши. Второй гол, с чем мы его и поздравляем. Вяткин левой ногой. Да что творит Ярослав? Он наравне с Максимом становится лучшими игроками в полузащите. В карте в своем составе. Это просто супер. Уверенная победа Престона на дерби. 2-0. Забивали сегодня Миши Миламед и Ярослав Вяткин. Так что эти два гола нам приносят практически прямую путевку, можно так сказать, в премьер-лигу. Но это еще далеко до этого. Мы хотя бы попали на шестую строчку. И сейчас нам главное там закрепиться. Я надеюсь больше матчей в марте у нас не будет. Это был последний на данный момент, когда я смотрел. Мы всегда выигрываем, все такое. Мы взяли реванш. Мы все-таки, значит, проиграли в дерби-каунте в каком-то матче в прошлом, значит. Но это не суть важна. Мы главное сейчас вот их обыграли. Мидлс Бро все-таки, ну да, мы еще не попали. Потому что, вы видите, мы не можем никак где-то сыграть свой 40-й матч. Но если мы все равно выиграем, у нас будет 77 очков. Так что нам просто сейчас нельзя терять правильно, что так сделали. Кстати, Ярослав все четыре показателя своих прокачал. Но до 70-го рейтинга еще не дотягивает. Задача не выполняется. Нам все так же руководство про молодежь говорит. Что здесь у нас? Ничего пока. Побомбардируем ничего нового. Ну, я предлагаю, давайте сделаем новую тренировку. Что-то долго уже одни и те же у нас качаются. В нападении у нас. В нападении, ну здесь, давайте Матвея покачаем. Потому что Жамалединов уже 70, у него рейтинг. У Матвея пока 69. Вингер и Ефремов. Ну, пока что пусть стоит. Потому что там Матвей качается. Баумгартнером мы не трогаем. Здесь у нас либо Меломед, либо Ярослав. Мы качаем Ярослава, потому что он моложе. По этому показателю. Дальше. В центральных защитниках здесь. Ну, наверное, все-таки Гапонова. Нам дальше надо качать. В таких фланговых защитниках у нас Буренков и Трушечкин. Но мы все равно покачаем дать Буренкова. Потому что он моложе. Еще раз. По этому показателю тоже мы смотрим. Ну, и Вратарей. Там меньше у Кривохарченко. Рассчитываем задание. Гапонова становится 68 рейтинга. Замечательно. Все супер у нас. И переходим там уже к следующим матчам, которые будут в следующем выпуске. Козлов говорит, что в хорошей форме и хочет играть. Я подумаю. Скажем. Матч против Лутона. Здесь у нас уже не сильно такие матчи идут. Лутон. Хадресфилд. Шеффилд. Ну, вот от Ноттингема, скорее всего, мы будем отталкиваться. Потому что первым сыграем здесь. Вторым здесь. Первым здесь. Так что первый, второй. Первый, второй. Значит, против Хадресфилд где-то там наверху, наверное, идет. Сейчас посмотрим. Хадресфилд внизу даже. Да, на 19-й строчке. Я думаю, они повыше. Даже Брэнфорд этот выше находится. Из матчей по апрелю здесь у нас только Ноттингем Форрест. Серьезный соперник. Больше таких команд я не вижу. Ну, и также Челси. Но это уже Кубок Англии. Совсем другая история. Так что, надеюсь, легко нам будет. Спасибо, друзья, вам за просмотр мартовского выпуска «Карьеры за канал». С вами был Андрей. И канал Футбол. Отожиданных встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok